Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампири, из Финляндии. Да, 1 мая для финнов. Это самый любимый праздник, я думаю, после Рождества. Ну и если человек учился, у него есть образование, у него есть вот такая шапочка, конечно, все эту шапочку достают. Я оделась вот так, у меня черные колготки, от маза и длинное платье без рукава, и вот такая в горошек накидушка заколола я ее брошкой, чтобы, как говорится, не было видно что-то лишнего. Ну и вот так у меня отрос пробор, я просто на большей бигуди накрутила волосы, чтобы было вот так живенько, ну и люблю все-таки вот этот горох, мне кажется, он всегда празднично. Ну и мы приехали в центр Тампири, у меня есть обзор на канале, новая квартира Пэйви. Ну и посмотрите, у нее здесь огород, она говорит, Ольга, ты посмотри, что я купила. Она купила помидоры, я думаю, солнце, вот когда будет светить эти помидоры, конечно, у нее просто покраснеют на раз-два-три. Хороший вот этот балкон, он застекленный, и здесь вот такая красота, можно сидеть, когда идет дождь или прохладно. Ну и шарики, это, конечно, атрибут 1 мая, праздника весны, праздника трудящихся, и я смотрю, как изменилась картинка. Когда я прошлый раз снимаю с балкона, мне кажется, так было вот как-то по-другому. Да, вот свет, надежда весны и лета теплых деньков, просто красота. И мы спросили у Пэйви с Кею, можно ли вот в этой воде купаться, она говорит, да, там есть даже спуск к этой воде. Ну и вот эта красота, конечно, если готовишь мясо здоровски, как говорится, можно всегда эту приправу сорвать. Ну и многие помнят Пэйви, она сестра Пэйви, это финские мои подруги. Вот, как говорится, опять мы тусуемся вместе. И посмотрите, какую красоту Пэйви купила, чтобы украсить 1 мая стол. Ну да, очень красивые такие шарики, ведь кто-то умеет и вот такое делать. И у них два балкона, на втором балконе они купили гриль, и обычно в финских квартирах на балконе грилем пользоваться нельзя, но так как у них терраса, вот они имеют право на этой террасе, как говорится, пользоваться грилем. И посмотрите, как огорожена вот с этой стороны терраса, на которую могут прийти, как говорится, люди, которые живут в этом доме. Ну вот эта терраса, это приватная терраса, только их. Здесь у них мебель, стол, и эта терраса открытая. И вот когда я заходила с той стороны, да, я увидела, что там тоже написано было приватная терраса. То есть если кто-то поднимется из квартиры, например, с каким-то стульчиком полежать вот на этой террасе, позагорать, сюда заходить люди не имеют права. Ну и вот действительно так здорово оформлено. Да, конечно, видно в Сарканьеме, Хуве, Буистуа, вот этот парк аттракционов. Да, конечно, эта квартира просто шипблеск красота. Пожалуйста, если кто-то еще не видел, у меня есть обзор на канале. Ну и вот это они заказывали сами. То есть такое хелпухойтонен, то есть что не надо полоть, удобрять, поливать и так далее, чтобы росло само. Ну и в прошлый раз мне кто-то написал, почему она не хотела никаких грядок. Ну, народ, какие грядки, конечно, нет. И я на девятом этаже, это последний этаж. И так как я очень боюсь высоты, я вот так снимаю, а в голове у меня даже немножко как и кружится. Но все равно хочется показать. Девятый этаж, последний этаж и квартира самая дорогая. То есть если мы купим второй, третий и так далее, квартира более бюджетная. Вот последний этаж, конечно, самый дорогой. Ну и это из-за террасы. Я смотрю вот на тот дом, там тоже сверху вот такая красивая терраса стеклянная. Да, конечно, последний этаж, если вот такое, ну просто красота, просто красота. Эти шарики понравились мне. Я тоже пыталась надуть шарики, но мне не хватило воздуха. Ну и пяеви, вот такая хозяйка. У нее всегда есть выпить и закусить. И посмотрите, как здорово. То есть, конечно, соленые закуски, это самая лучшая закуска для финнов. Они много раз любят лучше взять что-то соленое, чем какие-то сладкие предложения. Ну и здесь у нас белое вино, красное вино. Ну и если кто-то покрепче хочет, вот будьте любезны. Ну и вот этот холодильник я показывала в прошлый раз. Здесь у нас пиво и лонг дринг, то есть лонгеро, как говорят в фильме. Ну и я взяла каждой штучке на попробовать. Конечно, вот эти соленые закуски, самая вкуснятина, мне так кажется. Ну и всегда есть, будьте любезны, если вы хотите. Санксаушкеррош, как называют финцы, финны санксата, то есть добавки, пожалуйста, шведский стол. Я пью красное вино, ну и мой пупсик пьет безалкогольное пиво. Конечно, выпить и закусить для финнов, это как говорится, а как же без этого. Ну и на десерт я взяла лонг дринг. Да, у меня вот здесь по-фински называется лонгеро. Ну и уже съела быстро две конфеты, пока никто не заметил, смеюсь сама. И как быстро у нас все-таки темнеет, но все равно начинаются белые ночи. В Финляндии нету вот такого, как в Лампландии, темно. То есть у нас хоть время и 9 часов, и вот уже закат, но все равно вот такая красота. То есть не то, что нужно с фонариком ходить. Ну и продолжение банкета. Мы приехали в Пап, где поет певец, которого фанита Пайви, он поет финские песни. И много раз я показывала праздники у Пайви, она нанимает вот этого трубадура. Конечно, он поет песни Победы. Ну и Победа – это финский квартет. Может быть, кто-то сейчас улыбнется, почему Победа. Ну да, вот так называется. Ну и Кеюшка звонит мальчику, чтобы он приехал, нас забрал. Конечно, мы уже нагулялись до самого «не хочу и не балуйся». И я представляю, как люди живут вот в этих домах. Да, конечно, это наверняка какие-то социальные квартиры. Можете себе представить, если вот с таким пабом жить рядом. То есть люди гуляют, поют песни. Всегда какие-то нетрезвые люди кричат громко. То есть, конечно, да, это всегда проблема, если ты живешь рядом вот с таким пабом. Да, не очень-то мне хотелось бы жить вот здесь рядом. Ну и мой старший сын был в центре Тамбере. Он снял для меня вот это видео, как гуляют студенты. Ну и их посвящают, вот студенты обмакивают их сюда, вот в этой корзине. Да, конечно, вода холодная, но ничего страшного. Они в шорках и футболках. И сразу после того, как они, как они, как они, акунулись, они переодеваются. Ну и все студенты гуляют. Вот эта шапочка, это, конечно, признак того, что дети учатся. Они учатся, их высшим учебным взаимовведением. То есть, кто-то будет доктором, кто-то будет инженером, кто-то будет еще чем-то. Ну и Тамбере, конечно, самый вот этот красивый центр Финненшоу. Я много раз снимаю, показываю, что Тамбере из красного кирпича. И посмотрите, сколько народу. Да, конечно, просто шип без повезло, что вот такая погода. Если было бы то, что холодно, я сомневаюсь, что столько народу пришло бы отметить 1 мая. Вот красота, конечно, среди бегущих. Ну и готовые. Ну и сейчас улыбнуться. Что вот все-таки, да, я не знаю, как отмечают в других странах. Может быть больше выпивки, больше закусов, больше каких-то красивых платьев. Ну, у студентов финских есть халары, вот этот комбинезон и вот эта шапочка. То есть это, конечно, первые атрибутики вот этого праздника. Ну и распивать спиртные напитки в людном помещении. В людном месте нельзя, но все равно все распивают. Если вот так культурно никто, как говорится, к тебе не пристанет. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тамбры из Вилляндии. Вот такой красивый праздник 1 мая. Ну и следующий праздник, что отмечают финны, это у нас День Матери. Не хворайте еще раз с праздником 1 мая. Не хворайте еще раз с праздником 1 мая. Иii-е-е! И иди-е! Иди кайды! Ага! Ирия, униксааркуолиста. Ии-е! Ирия иди кайды. Вязи, кайды! Но, täytyy пыль вмер, меи. Ряза колья. Ирия, униксона на кули. Ирия, униксона на кури! Кликсона. Поехали! Мы не сможем ответить на вопросы. У меня есть такая ситуация сегодня. Многие спрашивают, кто сегодня самый лучший! ПИИ! У меня лучший лучший! Ну вот. Ну вот. Ну вот. Ваппуфиили, что он хорошо. Он видит. Ну вот. Ну вот. И вот. И вот. И вот. И вот. Это альтернатор. И вот. Как вы когда-то сидите. Ну вот.